да перезапусти а то народ из по испугался и когда и сообщение написал уже никого не было в ананасе сети быстро быстро все свалили да вообще да ус устали наверное сейчас пойдут как раз в туалет сходят а Продолжение следует... 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 Я чуть-чуть не в курсе, не слыхал, из какого сериала и что за серия. Блин. Кстати, это, в боеголовке они как карандаши какие-то. Так, гранат у нас много. А, и сюда идет, вот собака. Блин. Сейчас попалимся. Опасно, опасно. Смейк в такой позе лежал. Как бревно просто. Ой, хорошо. Лифт тут стоял по-прежнему. Так, B2 же, по-моему, да? Очень смешного сериала, да? Ну, хорошо. Так, а, нет, B2 это слишком низко, B1. Так, а что тебя натолкнуло на это смешное? Гулеве, как ты говоришь. Проблемы с интернетом у меня? По-моему, не особо смешно. Вэн, в игру Fear доводилось играть когда-нибудь? Нет, я уже говорил, Вэн, что я сам не играл в Fear. Я только смотрел, как в первую часть проходил мой друг, Леха. Леха. Вот, сам я в Fear ни в одну не играл. Поэтому. Я вообще с определенного момента, где-то года с 2000... 2000 какого, наверное, 9-го, может быть. В каком-то году вышел Modern Warfare 2. Это был последний шутер, который я проходил. Вот, с тех пор я в шутаны вообще не играю. Вот. И, в общем... Ну, этот жанр как бы мимо меня стал. Посмотри. Ну, если... Опять же, как говорится, время будет. Но, скорее всего, я это все дело забуду. Вот. Так, ладно, здесь тогда... А, ну, кстати, возобновились патрончики здесь. У нас, по-моему, все. Ой, паек есть. Да, видимо, после того, как мы... Я не знаю, и тут. Ага. Хорошо. Пусть то, как мы PSG-ху взяли, видимо, все обнулилось, возобновилось. Черт его, волки опять. Че читал, че не читал? А все читал. А, ну вот... Вен, фир. Вен. Фир на PS1? А че, есть фир на PS1? Там как... Ну, это, в смысле, не тот фир, да, который на компе был. Не, я что-то... Может, фир эффект? По-моему, там что-то такое было. Ну, короче, на PS1 тоже, по-моему, не играл. А это что, шутан то же самое или нет? Да блин, где этот? А кто помнит, игрушка была такая, по-моему, уже на ПК тоже что-то фир, но ты начинаешь главным героем играть на ледоходе. Там тоже всякие... Это анабиозы, сон разума. Нет. Стрелялка. Стрелялка, анабиоз, сон разума. Начинаешь на корабле ледокол, там что-то, ленин что ли? Нет, не русская. А, не русская. Где-то тоже... Ух. Ну, где-то 2005-й, вот так вот, макси. Ну вот, кстати, ты вот все называешь, где-то вот как раз тех годов, ну там, может, 5-й. А... А у меня просто тогда компьютер был на... О, Cold Fear. О, спасибо тебе, Вен. А не фир, а короче Cold Fear игруха. Да, который не называешь. Да, но фир-то есть. Нет, он сказал про PS1. На PS1 игруха Cold Fear получается, да? Нет, нет, он имеет в виду PS1 Fear эффект на PS1. А вот, который я задаю вопрос, вот он написал на зоне. Ну, эффект-то там не был, там просто Fear. Он написал. Короче, что-то мы запутались с этими фирами разными. Да, давайте смотреть на фир. Фишка в том, что я ни в один фир не играл. Где бы он там ни был, в общем. Господи, у тебя вообще детство было? Ха-ха-ха. А я не маленького этого долблю сейчас. Ага, все. Заверещал. Так, PSG патроны мне еще нужны, наверное. Так, где она у меня? PSG-шечка. 15-16. Да. Надо еще патрончики. Так. Да ё-моё, ну дайте патронов PSG-шных. Ооо. Диази по полной. Хорошо. Ага. Видите, бихор, амнезия нравится. Не играл. Ну, слушайте, амнезия это типа этого, да. Как он? Да, тоже забыл. Ну, тоже психоделика. Ну, там, короче, без оружия, по-моему. Там просто ты типа с камерой ходишь. Ну, да, типа выживал. Как в дурдоме в каком-то. Ай, блин. Как он? Тоже две части Outlast, вот. Две части у вас, да. Что-то типа Outlast, короче. Вот, да. Мне, если честно, такие ужастики не нравятся. Янер, поэтому у них и не играл. Мне вот лучше что-нибудь типа Silent Hill, а там Resident Evil. Вот. Хотя в свое время на первой Соньке я играл в еще один ужастик. Блин, как ты меня пугаешь-то, а? Щенок долбанный. Сейчас в нос получишь. Может, он сейчас меня обоссил? Извини, не буду. Обосси меня, пожалуйста. Он убежал. Короче, это на первой Соньке был ужастик. Nightmare Creaches, вот. Ну, или Creaches. Нет, я не в курсе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ребята, идите в жопу. Вин пишет. Cold Fear, мультиплатформенная видеоигра в жанре экшен и сурвавр-хоррор, разработанная фирмой Darkworks и изданная Ubisoft. Релиз игры состоялся 15 марта 2005 года в Северной Америке. Значит, 15-го, все-таки, ой, 5-го, да? А, да, 2005 года. Dead Hunt, Каламбур, Деревня Дураков, Гулеве. А, здесь патроны есть. Хорошо. И у нас жизни, гляньте, уже половина от жизни боссов. Это тоже радует. В общем, все, мы пришли к снайперу Вульфу. Ой, тут сейчас надо будет переключаться между Диазепамом и Рейшеном. Так. Так, 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 так. Как бы нам сделать? Надо еще ложиться же. Берем, в общем, берем, берем, что берем? Берем Диазепам и берем ПСГ-ху. И вот так ее отключаем. Так, да. Теперь, короче, надо выйти и быстренько лечь. Так. Ах ты, блин, тварь! Так. Диазепам тут же хаваем. Пытаемся понять, где у нас снайпер Вульф. Вон она. Есть! Прямо в голову! А, блин, гадина! Ой, все. Ой, все! Так, я забыл засейваться. Ладно, если что, continue нажмем. Чик. Вот так. Диазепам. Да, блин, чертов, снейк! Сейчас еще на мини подорвемся. Где ты есть? Мать твою! Ай! Ай! Да ты че! Скука, блин! Ай! Так, что-то у нас опять, короче. Рейшен. Диазепам. Где она есть? Ай, вон она. О, хорошо, не пальнула. Ой, хорошо. Да ты, блин! Вот гадина! На тебе голову. Так, не встала. Гляньте-ка. Отлично. Так, дядя Зепам работает. Ой, блин. Так, я пока, наверное, читать не буду. Ты добьешь, а потом уже прочитаю. Так, рейшены кончились плохо. Ага, вон она. Ай, блин, где я? Да куда ты развернулся, придурок? Ааа, снейк, ё-моё. Ага, вот она. Все, есть, есть. Завалили. С первой попытки, хорошо. Прям просто замечательно. Так, надо минуту пособирать. Вот. Как я тут еще не подорвался. Блин, достаточно быстро. Я помню с ней бой был жесткий. Так, я пока прочту здесь. Александр. Проект Zero. Battle Frame. Прикольный хоррор. Тоже, честно скажу, не играл. А, я в курсе. Это эксклюзив, по-моему, для PlayStation 2. Это, кстати, Fatal Frame. Поправьте меня, если я не прав. Но, по-моему, это от разработчиков Silent Hill'а. Silent Team. Насколько я могу помнить. Я могу помнить. И потом переиздание на PS3 было. Это... Ой-ой-ой. Дай бог памяти. Как там она там называлась? Тоже. Вот, кстати, пятна крови от Мэрил. Так, тут, по-моему, еще пушки стоят. Или это потом их... Нет, их потом поставят. Там, по-моему, тоже особо стрелять нельзя в этом Fatal Frame'е. Он японский, этот ужастик. Он до жути тоже страшный, капец. Там, помню, тоже применены были фишки эти. Из глаз можно было... Ну, экран вот делился, как в этом. Как в Heavy Rain'е, как в Фаренгейте. И ты видел, что монстры делают в этот момент. Показывали и тебя, и его. И, блин, реально жуткий такой ужастик. Разрабы Fatal Frame'е, Декма. А, ну, значит, путаю, ладно. Блин, а я про какой тогда говорю ужастик. Тоже классный. Вот самый последний ужастик, который ты играл, который ты помнишь. Самый последний? Блин. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, наверное, кто-то запомнился. Наверное, Silent Hill Downpour. Все-таки. Да, он. Это последний, Silent Hill. Так, вот смотрите, тут пятна крови, вот она. Она, короче, получается, не умерла. Она вот по лестнице сбежала вниз. Смотрите, пятна. Дальше пятна исчезают. И, в общем, ее дальше нету. Короче, ребят, сейчас на самом деле будет заставка. Поэтому давайте... Сейчас достаточно длинная заставка будет. И Антоха, как раз для тебя. Продолжаем. Нет, не то что молчит, а ты ждал этого момента. А, да. Слеза ностальгии. Да, да, да. Платочек бери. Трудно промахнуться, когда ты так близко. На самом деле, в переиздании первого МГС я бы тоже с удовольствием поиграл. Феминистки рыдают над этими словами. Так, Санни, после заставки твой комент прочитаю, хорошо? Ох ты. Ух ты. Пока я убью тебя, ты все, что я думаю. Все. Что там, Саня? Я предлагал Лэйр Супфир, хорошо, Жастик. Да, я помню, Сань. Предлагал. Не волнуйся. Завалил дар по чихам. Черт, мы на операционном столе, что ли? А Лэйр Супфир? А Лэйр Супфир? Хм. Он сложнее, чем я думал. Знаешь, кто я? Я всегда знал, что один день я тебя встретил. Хм. А Лэйр Супфир, который выяснили. Хм. И я, который выяснили? А Лэйр Супфир? Бранч- Неплохо сказано. Там же, по-моему, их несколько этих снэйков. Ну да, вот сейчас даже говорит, который это Liquid Snake. Это брат Solid Snake. Там что-то водный змеи, по-моему, был. Нет, жидкий, вот ликвид, как раз, ликвид, жидкий. Ну, жидкий прикольный. Когда я проходил, он был жидкий, вернее, водный. Вот он, красавчик. Что у нас с руками проблемы, они держатся, по-моему, на честном слове, на ниточках, на каких-то. Буа, да, учас. Да. По-моему, он перекачал свои мышцы, у него сочленение костей. Мышцами выдавило. В общем, они собираются запустить все-таки атомную бомбу. Вот особенный персонаж на втором плане мне понравился. Вот, сейчас он говорит, одна текстура просто. Ну и девушка тоже симпатичная. Девушка вообще шикарная. О, здесь 12 человек завалил. Помните, как он руку от селоту отсек? Агрей Фокс. И ты, кстати, играл, где чисто фокс. Это улдюро есть. Слышу. Там, нет, там не Фокс, там, это, этот, Райден. Это там, просто по прохождение игры можно текстурку на себя нацепить этого ну грей фокса так то там этот райден это из 4 части персонаж из 2 из 4 мгс во второй он был человеком 4 стал вот киборгами слыхали чё говорит она даже влюбляется своих жертв перед тем как убить их в общем сейчас будет пытка ребята это наверно один из самых запоминающихся моментов игры перед этими посольными ну и в общем фишка в том что если мы хотя бы раз сдадимся а слоту то в конце игры будет плохая концовка а если ни разу не не оплошаем и выдержим все пытки ослота то будет хороший ну и как бы хорошая концовка здесь канонично ну часто в наше время намного проще жать на кнопку чем тогда но я думаю да ты на джойстике или на клаве на джойстике хотя в каких-то такой прикол включалась пока эта кнопка да зажимаем просто одну и все были на такие но я никогда ими не пользовался по крайней мере на пользу на соньке у меня таких не было и все проходил пальчиками жал пальчиками как у тебя палец был накачан до подушечка пальца вот все он говорит нажимай на нолик постоянно если захочешь сдаться нажми select нет про select я вообще забыл забываю сейчас я прямую позу правильную ай даже не думаю использовать автокнопку типа автоогонь спасибо дэдхан и нэм дэдхан тоже привет дэй-мэдсап Пипал приветствую судья здравствует я лови денежку на развитие твоего канала Удачи в развитии. Вопросик. Когда продолжит выходить инфе с подчеркиванием О2? Сегодня чё, среда? Ну, на этой неделе будет, я думаю, серия, так что... Одну я уже выпустил после долгого перерыва. На этой неделе ещё одна будет, наверное. Спасибо. Спасибо за десяточку. Давай, давай, Аслот. Давно я этого не делал, ребят. Но, думаю, затащимся всё-таки. Я этого не делал, если не соврать на 19. Поэтому я представляю сейчас, что... Так, есть. Ух! Поехали мы снова? Так, блин, плохо, что до конца не довёл. Ещё два раза. Ух, блин. Раньше было лучше. Ха-ха-ха. 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 Самые длинные полоски остались, да? Ух, вот это да! Ты ты, наверное, сильный человек. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Аж вспотел, честно говоря. Было, наверное, забавно смотреть, что я там внизу делаю, да? Ха-ха-ха. И он, кстати, после каждой удачной нашей пытки, он рассказывает, действительно, о каких-то подробностях сюжета достаточно интересных. Ух. Так, вот так вот сделаем. А вот и Дарпа Чиф, которого мы с самого первого встретили, и он первый умер. Это было несколько часов назад. Кстати, по-моему, Джонни, вот которого Мэрил вырубила в самой первой нашей встрече, перед нашей встречей. Так, ну что, давайте обзванивать наших, короче говоря, знакомых. Что нам вообще делать в этой ситуации, и как отсюда выбираться? Дэдхан пишет, вы сегодня грустный. Нет, мы сегодня грустные. Просто берег. Да, и в чате что-то все молчат. И от этого невозможно найти. Как бы Metal Gear игра достаточно такая... Ну, как, про насущные проблемы, и тут не до веселья, я-моё. Да, и дракон как-то я мог болтать без перерыва, а тут, извините, я смотрю игру детства, который я проходил на японском. Тут я хоть сюжет узнаю, а что вообще происходит делать. Давай, Дэдхан, задавайте. Мы ждем. Короче, даже президент, блин, не знал о разработке вот этого сверхсекретного оружия Metal Gear Rex. О ядерном разрушении. Кстати, игра довольно ловко вот жонглирует реальными понятиями, да, вот договорами. В то время как раз это же было в то время, вот СНВ-2, СНВ-3 и вообще вот какими-то военными терминами наполнено. Я не знаю деталей. Я не верю в тебя. Если ситуация так серьезная, то почему бы не давать в их требованиях? Позвольте им иметь Биг Босса. Ты видишь? Или есть есть причина, что ты не можешь это делать? Что-то, что ты не говорила мне. Побликно, президент был очень важен в его оппозиции к экспериментам. Мы не хотим, что существует Геном армии, чтобы было в публике. И это единственная причина? Нет, не единственная. Ну да, выглядит он очень плохо. Может, чтобы декомпозиция? Я не знаю. Но президент только умерло несколько часов назад, да? Да, но он уже начался декомпозить. Что это может быть? Что-то в его крови, что они хотели? Я не спрашиваю. Просто нано-машины в транспорте. Редактор сказал им его декомпозицию? Я думаю, что так. Смотрите, что они имеют два декомпозиции, и они почти готовы к началу. Черт. Есть ли какая-то способа, чтобы это избежать? Похоже, что есть какой-то тип из оперативной операции, который может отказать декомпозицию. Это контракт, которую Армстек установил секретно. Тебе легко сказать. Выбирайся. Я знаю, что это много вопросов. Мэрил, да? Да. Я ее спасу. Спасибо. Спасибо. Поблагодаришь, когда спасу. Так. Мне еще придется, блин, своим пальцем жертвовать. Ради Мэрил. Так. Давайте сохранимся здесь. Давно уже не сохранялись, кстати. У меня всегда удивляло то, что, что в фильме, что выиграл, всегда есть кто-то, кто одного человека говорит. Вот. Ты единственный, кто это сделает. Давай. А у тебя там руки нет, ноги нет, уже пол головы там отстреляны. Да, сэр. Да. Но все равно ты единственный, на кого рассчитывается Америка. Да. Да. Ползи мы, сын. Ползи. Да. Великий сын Америки. Да тут гивап, не гивап тут. Так. О, давайте Мэрил позвоним. Эээ. Странно, нет ответа. Так. Глубокая глотка. Ну-ка. Тоже нет ответа. Саша Грей, Алё. Алё, чем можешь помочь? Дэдхан, давай и ждем тебя. Давай, давай, ничего страшного. Так. Эээм. Давайте Атакону позвоним. Это единственная наша надежда. Атакон. Ты все хорошо? Да. Спасибо за камуфлажем. Молодец, братишка. Я нужна твоя помощь. Я спросил, когда ты спросил. Что я делаю? Я был capturado. Я встану здесь в селе. Что селе? Там есть большая машина рядом. Хорошо. Я знаю. Это близко. Я там прямо сейчас. Спасибо. Блин. Ну, короче, да, он нам помочь-то поможет. Но разочек еще раз как минимум придется поработать пальцем. Так. Хе-хе-хе-хе. Хорошо сказал. Да. Так. Что нам мастер Миллер скажется, эти его тоже перевели? ничего нормального не сказал я имею тут я имею ввиду имя зря его перевели просто нам он так и мастер писать мне вот прошлый с кем он общался напоминает этого из-за резидента его злой этот чувак а в эскар что ли волгу а так он мы по те напоминает ну доктор вот этот да 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 или инструктор вот этот но вот который последнего часто я принялся инструктор ну да у него типа такие же очки и волосы такая же прическа так судью просят дед ханты смотри насть там в чате тебя просит вообще ничего не хотят тебя чтобы ты отозвалась чё делаю блин не страшно может быть у меня тут трупак вообще-то в комнате дед хант она боится с тобой общаться после вчерашнего кого-то скинули видео про деревья дураков она была очень смешным да здесь было очень сложно пережить эту ночь у нее смеялка болела всю ночь весь исчихался в соплях чуть диарея у него чихнет обосрется блин то это ты парка очень он этот охранник же чихает постоянно а я понял чем проблема у нас задержка с тобой так что второй раунд мы конечно знаем то что ты не страшно но вдруг я страшнее тетрадка все еще где-то рядом да и она знает мой почерк так ладно не отвлекайте меня полоску бы мне тоже добавляли блин с каждым разом вот неплохо блин примерно так фух о блин вообще стрёмно что-то в этот раз по-моему хуже да заточили у меня я не то что я сильный у меня палец просто шикарный настолько мощный палец просто привет о алекс здорово лучше комаров туда запиши вас лайф турбопалец точно а вот получается русский хайнд им дали а вот за матушку россию хочет ее перерождение кстати вон ящик крутится в котором наши все вещи и главное он красного цвета обычно красного ну да и он больше на и советский ну да оселот коммуняка так что 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 так у нас ничего так и нету о да как сказать палец болит я без дуал шока наоми сможешь как без дуал шока в этом месте тоже кстати джойстик начинает вибрировать и реально по руке такая дрожь как кто куда конечно прикладывать я не знаю в общем там туда прикладываешь там приятная дрожь с учетом того как ты нагибаешься вперед чтобы нажимать на кнопки здесь тоже вопрос ну да я понимаю везде же должна быть загадка алекс вульф позвони глубокой глотки и пожалуйся на палец ладно сейчас будет печальная история давайте послушаем кстати рассказывает предысторию первых двух игр можно сказать короткий ответ что мы хотим мы хотим а также некоторые люди просто нужны убить это патруссад да это это то, что Мантис говорила об этом Один, который мы общаемся. Это почему ты оставил Foxhound? Давайте просто сказать, что я должен был быть один за час. Аласка была лучшая place. Снэйк... Я даже не имею настоящую семью. Только большой брат, который меня прошло до школы. Они даже не связаны с кровью. И он был очень старше, чем я. Он где? Он умер. Я извиняюсь. Наоми, он еще жив. Вот. Это и есть Грейп Фокс. Крутой чувак, да? Крутой чувак, да? Это правда. Мы сделали это в Санзабаре. Но это было ничего личного. Мы были просто профессионалы на другом стороне. Это все. И ты все равно называешься друзьями? Нужно верить. Время — это не причина, чтобы закончить друзьями. Это ужасно. Что-то там Дэдханта обидел. Кетрадка опять? Нет. Ну как, кто-то не из нас. Нет. Мы никогда не говорили о наших личных жизнях. Это неизвестное правило. Предыдущее его сообщение, прочитай. Да не уходи, Хант. Это самое. Кто тебя банить не будет. Что ты... Все шутки. Да и модеров, по-моему, нет. Поэтому успокойся, Хант. Я не знаю. Это твои генеты. Они делают тебя предиспоцировать к вирусу. Ты очень любишь говорить о генететях, Наоми. Почему ты пришел в генетическую исследование? Я никогда не знала, кто мои родители были. Или даже, как они выглядят. Я думаю, что я пришел в генетическую, потому что я хотела понять, почему я так, как я живу. Так что ты изучил ДНС? Да. Я думала, если, когда я изучала его генетическую структуру, бы узнать, кто я же ages am. Я думала, что, если у анализ, знаете, информация генетиков зрения, я провести забрывающие их spectżenia того подобногоzystного démocr fondства. Она не providing train. Естьиров Mo nylon. Мы не мастером, но мы знаем, что генетиков的 генетическое對對 chỉ måste сд Magazина черезành juoki бросок из sevки на ней. Ну, то почему же мне samh segurança real? Ты знаешь мою генетическую 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 генетану. Если, которое хватит, мне кажется, я не получается никому. Я думаю. вот так вот короче начинают потихоньку раскрываться персонажи о вот пацана и скрутила убежал я говорю это он у него уже была диаре а нет веры и не было но тем не менее дед хант скажи какие фильмы вообще жить так 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 которые выйдут давайте атаку ну позвоним что он должен нас спасти да какой релакс давай давай блин а то сейчас потащит уже третий раз меня сюда на пыточку об кто-то идет стелс камуфляжа окнасть кстати можешь тоже ответить чего ждешь но какой фильм ждешь я в последнее время жду только наверное стекло мне ну интересно и и О! Блин, это как коверное животное. Какой вкус! Из-за него. Да, это Дерпа-чеф! Не вырвешься и отрежешь меня отсюда. Я буду стоять рядом с ним. Нет, это бастер! Эта дверь не открыть с охраны. Вы нуждаете швы, как и с солдатами. Так что ты делаешь здесь? Я... Я думал, что ты может быть голодным. Если ты нуждешь больше еды, я могу дать еще больше. Также, я купил тебе эту левел-6 карту. Он тебя из этого торча. Вот, возьми это тоже. Что это? Я купил это из Снайпер-Вулфа. Почему? Я не знаю почему, но она мне нравится. Похоже, как Стакхолм-синдром для меня. Хе-хе-хе. Вот, вот сейчас ребята на нас не будут больше нападать. Собаки. Это платочек Снайпера-Вульф он дал. Хе-хе-хе. Она любит платочек. Она должна быть хорошей. Она должна быть хорошей. Пожалуйста, не уйдай ее. Возьмите, ты идиот. Она, которая убил Мэрил. Ну, это все, что я могу сделать. Они планируют lanzать нюк. Я должен остановиться. Тогда ты должен идти через кастрюлю коммуникации. Первое, ты должен меня избавиться отсюда. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я попробую мой лучший. Эта платочка имеет ключ. Ты должен его отдохнуть. Дай мне раз. Я не солдар. Я не могу отбирать никого. Ты должен. Я буду убил. Хе-хе-хе. Хе-хе. Снэйк вообще просит вырубить охранника. До свидания. До свидания. Хе-хе. На удушающий его взять. Так, но он нам дал, короче, немножечко разных вещей. Он дал один нам рейшн. Он дал, спасибо ему, шестого уровня карточку. Но без нее бы мы отсюда не выбрались. И самое главное, он дал вот этот кетчуп. И ох, черт, тоже. Как же долго мы думали, что вообще тут делать. Нахер этот кетчуп вообще. Куда его пихать, блин? Вот. Но нам потом там... Как ты на английском думал? Хе-хе. Куда чё его делать? Так, а чё тут на английском думать? Тут никакой подсказки внутри игры вообще нету. Чё с ним делать. Поэтому вот с этой как бы головоломкой, можно ее так назвать, абсолютно неважно на ком-то языке проходишь, тут вообще никаких... Она вообще непонятная. Вот. И поэтому, все-таки, вот здесь я помню, подсказал, короче, корифан мне, у которого я диск взял. Он точно не сказал, что делать. Ну как бы, типа, намекнул там, обратите внимание. Ну и все-таки мы, в общем, додумались, где и как его использовать, но... Так, 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 я тут просто... Так, Dead Hunt... Так, если я затронул... Туда, ну, ты... Туда... Туда... Туда, ты, пожалуйста, извини, я тебя не хотел. Вот. А то, что ты просил судью Каламбур посмотреть, самая смешная серия... Но это не ко мне вопрос. Это ты напиши в Чате просто Насти и все, и спроси посмотрела она или нет? так давайте тогда выбираться сейчас мы уже можем хотя можно и закосячить вот фишку с кетчупом тогда ну можно будет еще выбраться но придется еще два раза испытать эти пытки и блин я не хочу у меня палец уже стерся до первой фаланги так ладно ой подожди не на ту кнопку что ли нажал вот а у нас тут уже главное короче не шевелиться вот сейчас лежать и никаких движений вообще уборщик ждет но я не честно я не знаю что это я закосячил такого у меня еще не было реально да ну нахрен такого не было он он должен был вырубиться вот это да серьезно вот такое первый раз вижу я ни у кого такого не видел ни в прохождении нигде не у меня такого не было охереть он выбежал он выбежал из клетки и снова меня закрыл хотя я ему врезал же три раза он должен или аж опять да это все уже кровь не как охереть ну ладно тогда посмотрим как нас короче спасут другим способом ой блин ну придется еще два раза значит у оселода побывать твою мать ну алекс зато зато короче прочувствую всю жопность этой игры прям вот все увидите алексу пришло время палец а да 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 время фетра да сейчас позовем с его большим пальцем да это было прикольно не но я тоже не думал то что можно зафейлить в этом моменте блин даже до конца что ли не успел все уйди чуть чуть не успел ух я щас сдохну вообще плохо в этот раз Давай, 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 давай. Ну, а сейчас прям turbo грубой. Ух, это было сложно. Так, и по-моему, кстати, если ты здесь помираешь, чуть ли не с самого начала, с самой первой пытки начинается. По-моему, так. Да, 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 да. А, да, он же говорит, there are no continuous, my friend. Вот, поэтому, да. Так, пока, на секундочку отбегу. Давай. Так, а мы когда сохранялись? Мы сохранялись же здесь, в этой? В тюрячке. Медпункт. Так, ну да. Так, это что, с самого начала сейчас все? Получается, мы и с Кэмпбеллом не разговаривали. Ну да, сейчас с первой попытки пойдет все. Так, давайте тогда все это мы видели, пропустим. Видели, слышали, читали. Ух, сколько тут. Тут еще, блин, на кнопку жать. Чтоб теперь эти разговоры все пропустить. Так, и надо Атакону позвонить. Атакон, are you still okay? Yeah. Thanks to the stealth camouflage that is. Так, ладно. В общем, надо две пытки выдержать, тогда потом он снова прибежит. И будет у нас вторая попытка нокаутировать Джонни. Кстати, вот этот охранник, который постоянно чихает, постоянно какой-то больной весь. С Диареей, это вот как раз будет четвертой части Джонни, за которого Мэрил выскочит замуж. Предательница! Может, они отсюда меня на пытки не смогут тащить, а? Мы сидим, короче, здесь. А, ну да, это она говорила. Капец. Ну давай, пальчик, не подведи. Хорошо, я вам скажу еще раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда вы уже достаточно, продолжение следует... Продолжение следует... Когда твоя жизнь достигнет к нему, игра уже закончена. Нет продолжений, мой друг. Я бороли в Афганистане, Мозамбик, Эритрея, и Чад. Из-за муджахадин-гриллеров я знаменитым как Шалашаска. Я был тренирован с русской группой. Я не как один из этих кейджи-слутов. Для меня это не торча. Это спорт. Вы все просто пара садистов. Не забывай меня с этими униформами. Ну, мы начнем? Ну, давай. Так, есть. Выдержали первую. Первая самая легкая. О, вот сейчас уже лучше. Так что я, оказывается, еще и разогреваюсь. Хе-хе, главное не сглазить. Неплохо. Ну, одну можно. Ну, все-таки я подрастерял скилл. Я помню, в детстве две первых полоски я до полных жизней успевал заполнять. Они же там с каждым разом все длиннее и длиннее. Первая самая короткая, ну и как бы ей легко. Но вторую я тоже до конца заполнял. На третий уже терял, ну и на четвертый еще чуть больше терял. Так, ладно, вырубаем это. Это мы уже все слышали. Я отойду минут на сорок. Давай, давай, Дэд. Я думаю, мы еще погоняем тут. Давай быстрее. Давай, Атакон. Мой арм хердс. Ладно, хорош. Так, тут исповедь началась. Кто вообще играл? Кто-нибудь в Metal Gear и в первые, в самые? Metal Gear 1 и Metal Gear 2 Solid Snake. У меня, кстати, диск, он есть с HD коллекцией. Там есть и первые два Metal Gear, который еще без приставки Solid. Но я в них не играл в то время. Вот. И сейчас я, ну, запускал, так, чуть-чуть побегал там в первых паре локаций. И все. Не проходил. Че, его уже скрутило? В смысле, после первого раза? Странно. По идее, сейчас тогда Атакон уже должен прибежать. Интересно. Откуда Атакон появится? Оп. А, он сразу отсюда. Я думал, он из той двери выйдет. Тоже шестерочки. Эй, я здесь. Да я вижу. Это я, Атакон. Вау, они даже тебя напечатают. Я немножко расстроен просто Атакон. Что ты не понимаешь, что ли? После пытки. Палец болит. Так, опять же, все, извините, здесь. К нам уже, оказывается, Атакон прибежал после первой же пытки. Интересно, как он? Да. Сейчас уже даст кетчуп. Так, ну сейчас, короче, я не про косячу. Так. Делаем так, короче говоря. Ложимся по направлению к выходу. Александр Лусенко, я несколько раз проходил первые три МГСа. Так я же, я же специально спросил, не МГСы, а МГ. МГСа. Метал Гиры, именно. Первые две части, на чем они там были, на MSX или на Денди? А, давай посмотрим. Так, все. Так, зря я захожу снова в этого. Так, я несколько раз проходил. Ну, первые три МГСа-то да, это... Ну, как бы, многие проходили. А почему именно задал про Метал Гир вопрос? Потому что Метал Гир проходили очень немногие. О, у нас уже два пайка, да? Так, первый Метал Гир, 87-й год, второй Метал Гир, Solid, Snake, 90-й год. 90-й, все верно. А Метал Гир, Solid, уже 98-й. Третья PlayStation. Первая PlayStation. Нет, Метал Гир, просто MX2, NES, MS-DOS, Commodore 64, мобильный телефон, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, 360-й год. Переиздание было. Просто когда с HD коллекции, тогда они там и на PlayStation 3 по выходили все и на всем остальном. А, ну да, это 8-й, 9-й, опять же, мобилка, вторая плойка, и MX2, и Метал Гир, Solid 98-го, Windows, плойка и плойка третья, опять же, переиздание. А у меня второй ТМГС, да, есть, но я его не проходил так, поиграл. А третий, да, проходил раза два, наверное, где-то. Ну да, пару раз. Один раз, ух ты, здесь камеры тоже поставили. С пушками. Е-мое. Короче, один раз на PS2 проходил давно, и один раз я, по-моему, HD коллекцию перепрошел. HD коллекцию, кстати, покупал в Китае. Ни одного раза в жизни хватило. Я тогда понял, почему 14-летние дети бывают седыми. Покачиваются с убийством. Да-да-да. Начинают пить, курить. Да-да. Все из-за видеоигр. Правильно говорят нас. Из-за металл гера. Так, так, здесь нету. Хорошо, что все зареспавнилась. Так. А еще, кстати, у нас после пыток, когда ты выдерживаешь пытки, у нас в инвентаре презент такой вот остается от Аселота. А именно, бомба. Видите, 157 секунд. И первый раз, название неизвестно, нажмите 0 в меню, чтобы выбросить. Короче, первый раз, когда мы проходили с Лехой, я заметил вот эту хрень, когда уже счетчик был там реально, там секунды 3 оставалось, наверное. Вот, и... Ну, короче, я успел выбросить, но... Так, ждите. А, вот так. Да, не будем спойлерить. Вам. Причем, когда ее выкидываешь, она взрывается гораздо быстрее, что странно. В общем, да. И эти приколюхи, они реально поражали, ведь в то время. Ну, что мы там тогда играли-то из экшенов, я там в Дюканукима играл, там Сеги недавно только перешел. Чего там, какой интерактив? А тут столько вот этих вот каких-то наворотов. Они не сюжетные, они как бы необязательные. Ну, вот это вот все, она прям мозг выносила в хорошем случае. Как же идти в гонке на мотоциклах, где ты можешь пинать кого-нибудь? Road Rash тоже буду. Ну, да, что типа Road Rash, но на Соньке тоже. Не, ну, а что там, ну, гонки? Нет, я ничего не говорю, гонки классные, я же говорю, просто вот об этих каких-то мелочах, таких вот. В такой вакшеновой игре Дюканукима, опять же, но ты в него не играл. Там столько тоже много приколов было. Почему Дюкануким, Time to Kill я играл, я не играл просто в Дюканукима. В первую часть не играл? Нет, в 3D не играл, а вот. А, Planet of the Bab, как я ее называл в детстве? Ну, а как он реально называется? А, Planet of the Babs? Не помню. А он, вид от третьего лица там был? Да, от третьего лица ты начинаешь в городе, опять же. Потом, короче, весь смысл был в том, что ты спасаешь телок. Хрен знает, что-то... Я играл в Time to Kill... А, нет, сейчас, вот сейчас вспомнил. Я играл в Time to Kill и в этот... Total Meltdown, вот как он назывался. Вот, это после Time to Kill. Так что нет, Planet of the Babes я не играл. Ну, тоже там, то ли на второй, то ли на первой, Соньки, она была. Так, вот карта уровня 6. Наверху. А, нет, наверху там нету. Блин, а кто помнит, где стингер мы берем, а, ребят? Сейчас, по-моему, есть смысл сразу сходить за стингером. Или мы его потом где-то уже берем, а не там, внизу, в оружейной. Потому что у нас карта уровня 6. Мы сейчас... Давайте, да, сходим. Я просто не помню. В принципе, нам скоро понадобится уже это... Стингер. Может, конечно, он не с шестой карточкой открывается, но... Тем не менее. Так, опять я, блин, не туда приехал. Воу-воу-воу-воу-воу, окружают собаки. Нет, долго читать. Не буду спойлерить, где брать стингер. Мне интересно будет. Не олдовое прохождение. А, ты смысл, вы нете имеешь в виду, не будешь читать? Ну, да. На стриме нас пятеро. Это при том, что... Трое из нас ведут, по сути, трансляцию, да? Да, сидят здесь. Дэдхан отошел вон на 40 минут. Ну, да, он писал. Так, а кто еще у нас? Александр, ты еще тут? Давай хоть ты с нами пообщаешься. А то что-то сегодня чат. Мы не можем развеселить. Так. Это ПСГ-х. Тут, походу, и нету шестой. С4. Хоть бы и запас пополнили. Да. Значит, действительно, стингер, короче, не здесь берется. Все-таки. Дальше. А кто следующий босс? Дальше у нас... Хайнд. Ну, вертолет. На этих... На башнях сейчас. Ну, там... До башен еще будет один момент. Это, можно сказать, тоже такой типа босса. Очень сложный момент, который, я помню, в детстве доставил много хлопот. Тут прям очень много, и я на нем застрял. На этом моменте прям плотненько застрял. Даже, по-моему, я не смог затащить его в первый же день, когда туда дошел. Так, а я не помню, если честно. Александр, к примеру, расскажи самые запоминающиеся игры, которые вообще-то помнишь. Так, ади именно искать у меня. Прямо пиздец то. А, сейчас, да. Мы, получается, босса еще одного завалили. И у нас клейморов можно больше брать. Это хорошо. На две штуки всего, что ли? Вы что, издеваетесь? Так. Во-во-во-во-во. Чуть не подорвался. Вай-вай-вай-вай-вай. Опять чуть не взорвался. Очень опасно. Кстати, в детстве, когда играли, казалось, все-таки длиннее игра. То есть, сейчас как-то быстро добегаем, считай, с самого начала до этой. Ну, во-первых, ты там крайне где-то в дальнем мозгу помнишь все-таки прохождение. Ну да. Ну и все равно уже скилл, скажем так. Ну да. Первый раз, когда проходили, конечно, тут много чего не знали. Блин. Например, японский язык. Например, японский язык, да. Так, ну вот нахер. От греха подальше. Я не помню, как он там. Он тот же самый. Resident Evil 2. Ты за сколько его прошел в первый раз? Ой, я думаю, что помню. Первый раз я его... Ну блин, больше 10 часов точно. Я не знаю, часов 15, наверное. А может и больше. Там столько было. Бэк трекинга вот этого вот. Ну типа там. И пленит за один день. Причем. Ну естественно. Какой день день для чего вообще? Естественно нет. А на максималке, если проходить, то это ж вообще. Когда, по-моему, тебя съедают и все начинаешь заново. По-моему, там такая чипка была на самом максимальном. На харде я, по-моему, вообще ни разу не проходил второй резидент. Так, Александр Лысенко. The Walking Dead. От Telltale. Сюжет великолепен. Можешь сам решать свою судьбу. Ну так это сейчас во многих игр. То же самое. Life is Strange. По-моему, там тоже. Можешь сам что хочешь, ты и делаешь. Beyond Two Soul. По-моему, там тоже. Не, ну это все-таки. А, ну хотя, да, это похожие жанры. А, кстати, Саня, ты, по-моему, спрашивал насчет ужастика. А, или нет, это ты Антоха спрашивал. Запоминающийся там последний ужастик, да? Который я запомнился мне. Я тут что-то подумал. Until Dawn, вот что. Последний ужастик, который я проходил. Даже и до рассвета. И он мне, блин, запомнился. Просто что-то я из башки он у меня вылетел. Вот, а на самом деле шикарная же игруха. Ну это из жанра интерактивное кино. Типа, да, интересен. Да, классная игруха. Resident Evil последний мне как таковы, если честно. Не ахти, я бы сказал так. Тот, который седьмой. Там, скорее всего, многих, по крайней мере, фанатов, камера отпугнула все-таки. От первого лица. Камер, и все равно как-то привык именно к персонажам Resident Evil. А тут полностью переиздание. Hard... Как он называется? Hard Rain, по-моему, да? Игра была. Hard Rain? Ну, тяжелый дождь. Heavy Rain. А, Heavy Rain. Вот, мне тоже понравилось. Ну, из той же категории интерактивки. Да. Вот только минус таких игр, то, что именно каждое твое решение зависит на концовку. И чтобы открыть все концовки, ты должен убить, наверное, не один месяц, чтобы пройти все полностью. Вот, единственный минус. Ну, не обязательно месяц, все зависит от свободного времени и от желания. Я вот, например, Until Dawn, я платину выбил там буквально за... О, все, вот видите, сейчас я отвлекусь немножко. Вот, я поставил в инвентаре платочек, это как раз снайпера Вульф. Он, ну, ее духами, видимо, там пропитан, или просто ее запах они вот сейчас чувствуют. И все, видите, любовь у них просто сейчас к нам. Ладно, надо все равно бежать отсюда, потому что они сейчас залюбят до полусмерти нас. Видите, волки, собаки, блядь. Вот. Так вот, короче, этот самый Until Dawn я буквально там подряд два или три раза прошел, наверное, и прям платину выбил за несколько дней. В общем. Игруха очень понравилась. Саня пишет. Саня пишет. Вот, понравился фильм «Морской бой». Я понял, мне нравится фильм жанра фантастики. Саня, вот такой вопрос, а какой «Морской бой»? Первый или второй? А что, второй? Вторая часть есть, разве? Да. Ну, и как я полагаю, там, где роботы вот эти вот ходят? Ты тихо-кеанский рубеж путаешь. А, тихо. А, подожди, «Морской бой» про что? Там один какой-то космический корабль приземлился на Землю, и в море они там. Помнишь, в Миссури использовали старый, тоже военный корабль. А, старичков, там, да, там. Да, ну, посмотрите, уже можно. Так, у Снейка тут начались вьетнамские флэшбэки, о том, как Мэрил тут подстрелили. Ну, на самом деле, мы идем хорошо. Вот. Я «Морской бой» смотрел, но я бы не сказал, что мне он понравился. Так, фильм. Для меня фильм на раз. Мне понравился сплит-кино, где в одном человеке сколько? 24 или 13. Но я не помню, насколько тяжело. И вот сейчас как раз выходит стекло, это вторая часть по этой. В ходячих мертвецах тоже сюжет зависит от твоих решений. Нравятся такие игры. Но... Сейчас и в РПГ во многих зависит от твоих решений. Поэтому мне и нравится жанр РПГ. Сейчас, по-моему, во всех играх. У нелинейных как раз именно влияет, кто-то будешь делать. Если брать линейные, то там смысл... Нелинейные, нелинейные, именно из-за этого и появляется. Что ты можешь влиять, да? Сейчас даже интересно, как это все будет происходить в метро Exodus, когда они говорят о том, что тоже нелинейная игра и открытый мир. Странно будет на это смотреть. Продолжение следует... Все, теперь превращается в миссия во имя Мэрил. Что тебе так не дает покоя, что у Снэйка там отношение к ней особенное? Походу, на Омми там тоже. На что-то надеялась. Подбиваешь линию. Ага. Нашему твердому змею... Подбираешься. Да, это наследство. Подбираешься. Да. Он был в Мэриле. И он стал специалистом исследовательным специалистом, чтобы обрабатывать мафию. Когда это было? О, несколько лет в 50-х, я думаю. Где? В Нью-Йорке, я думаю. Наоми, я думал, что ты не имеешь в виду родителей. Ну, я... Я исследовала, после того, как я становился адапт. Мой отец уже мертвый, когда я училась о нем, я никогда даже не могла встретить его. О. Снэйк. Будьте счастливы. Субь, Снэйк. Так, ну вот они тут благополучно повспоминали Мэрил, во имя Мэрил сейчас... Так, сейчас тут сюрпризы у нас уже стоят, по-моему, пушки. Так, что-то у меня со стримами проблема пошла. Сколько я помню. Разве нет? Нет. Неужели я переб... забыл что-то? Что-то у меня выкидывает. Перезагрузи. Делаю... так... Блин. Мне казалось, сюда пушки должны поставить. Ага, во, есть, точно. Значит, я прав. Так, это Александр, вот тварь, а? Александр, ага, особенно в Ален и Слэйшен. Что, не думай, он все равно тебя сожрет. Ну, в принципе, да. Но тот же самый Саундхилл возьмем. От каждого твоего решения будет зависеть концовка. И то, это линейная игра была. Ну, ты уточняй, во-первых, от какой игры, потому что это не каждому Саундхиллу относится. Все-таки. К первому, к первому, ко второму и к третьему. Не соглашусь с тобой. То есть, от решения твоих, от даже от действий, вот, ну, как я понял, ты этой миши, от каждого. Если только во второй части зависит концовка. То есть, там важно... В первой части, если ты не возьмешь бутылек... Ну, это все-таки нет, не каждое действие. Это там всего пара развилок, там, с Кауфманом, да, и вот с Сибилл. А я тебе говорю про вторую часть. Может, ты или не играл в нее, или забыл, давно играл. Но там же зависит все от того, сколько, как часто ты будешь это письмо, там, смотреть от твоей жены умершей. Как ты будешь за Марии следить. И как ты будешь за девушкой следить. Как ты будешь сам лечиться. В общем, от этого... Там столько вот этих неочевидных вещей. Причем, самое интересное, что это нигде не озвучивается в самой игре. И понять этого без гайда очень, на самом деле, сложно. И так. Потом на PS-ке, по-моему, тоже выходило на PS Vita. Где играешь с мужиком, и ищешь тоже свою дочь. Вот. Я не помню, какая это часть. Но там тоже, за каждое твое решение, ты можешь быть алкашом. Можешь, например, быть... Как он называется? Сохраниться. Короче, к девушкам приставать. Вот. Не помню. А что за игра? Ну, в смысле жанр-то какой-нибудь. Ну, тоже Silent Hill. Тоже. Но он только... Да. Алкашом, можешь быть. Там были не монстры, а замораживалась. А, это на это. Это была на... Блин, как и у... На консоли на какой-то Nintendo Wii, PlayStation 2. Это Silent Hill Shuttered Memories. Да-да-да. А что там можно было это выбирать? Да-да-да, и при всем при этом, если ты будешь приставать к бабам, то у них будут меняться шкурка, скажем так. Так, подожди, 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 из разных оба ждут. Алекс Вульф пишет, стрим подвисает. Вот что. Да, у меня было такое, я поэтому перезагружался. Так, сейчас, подождите, я посмотрю. Так. Ну, сейчас я вот включил сам, смотрю, что вроде бы нормально идет. Не, сейчас норм все. Да, уже пишет, уже перестал. Ну, хорошо, ладно. Может, что-то надеть там. Опять Ростелеком, наш. Так, в общем, сейчас вот будет то самое место. Блин, очень плохо, что мы успели покоцаться на нем перед ним. Пусть немного, но тем не менее. Вот, так что. Кто не помнит, смотрите. Ну, и, кстати, Алина, слышал, мне понравилось. Head for the air, окей. Сейчас будет весело. Так. Покоцало нас немного, но тем не менее, все-таки покоцало. Так. Ладно. Вполне возможно, с первого раза, ребят, не затащим это место, потому что... Да, и, наверное, не затащим, блин. Уже покоцали. Так, мы взяли трос и, по-моему, мы взяли бронежилет, насколько я помню, здесь. Граната. А, гранаты взяли. А, значит нет. Значит нет. Так, 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 лечимся. Так, в принципе, тогда можно рейшин оставить здесь. Да. Так, что нам надо? Нам надо, короче, вот так сделать. И вот так. Да куда ты? Побежал, мою мать. Так, ставим еще. В общем, надо наверхотуру башни забежать. Успеть. Да капец, короче. Чё ты так медленно-то разворачиваешься, урод? Ай, ё-моё. Так, клеймор ставить, наверное, нет смысла. Хотя, ладно, поставим. Ох, блин, ну да, смысла не было ставить. Да блин, урод, ты чё, а? Да ты не сдох, что ли, тварь? Ой, хорошо, ой, блин, что я не подорвался на этой же мини. Да какие гранаты, твою мать, ты чё, ублюдок? Блин, меня сейчас бомбить будет тут вообще кошмарно. О, зай. Да ты чё так медленно разворачиваешься, тварь, а? Ну, ё-моё. Бой-то порез. Начиналось, в принципе, более или менее. Ну, блин, сейчас это жопа, конечно. Реально, то ли что-то, то ли я туплю, то ли, блин, с управлением, всё-таки какая-то херня. Ну и пыря, а, тоже ты тут тупорылы, а, ублюдок, я тебя ненавижу, нахер. А сейчас автоприцеливание, нажал на одну кнопку, всё. Тупли, куда ты нахер цепляешься, тварь? А-а-а! А-а-а! Ну, зашибись, спасибо, пацан. Всё, рейшенов нету, капец. А, они сейчас ещё бежать стали. Так, клеймор ставим. А прибежать-то их просто не можешь? Ну, кроме как сверху. Так. Надя вам ещё сюрпризик. Блин, ни хера, их много. Смотри. Да ты чё, ты чё? Чё ты так разворачиваешься медленно? Блин, какой-то чисто... А-а-а! У меня слов нету. Не Снейк, блин, не спецагент, а гусеница какая-то сраная, блин. Как он медленно разворачивается. Главное, в игре, когда вот не вид сбоку было, вот всегда бегали, он моментально разворачивался на 180 градусов. Тут вот это вот специально, что ли, сделали вот эту вот херню, блин. Ох, как меня бомбит, а! Всё, всё, всё. Жесть. Игры нужны, чтобы, чтобы играть. Да. Так, надо, короче говоря, отдышаться. Блин. Да, давай на минуту. Сука, блин, болезненно. Так, продолжай, дни-ка, на минутку. Оооо, так, надо попить молочка. Фух. Так, ладно. Где мы там начнём? С башни, надеюсь. Да. Так, ФАМАС, 14 клейморов. Блин, ещё жизни покоцали. Ааа, плохо. Хоть назад возвращайся. Сейчас по-умному сделаем. Так, так вот сейчас. Где тут? ЭМП, гранаты, оп. Всё. Теперь хотя бы мы полные. Вэн пишет, чтобы работали аналоги, нужно нажать F5. Просто нажать F5 и всё? Чё-то я сомневаюсь. А, да, аналог он. Ха, спасибо, дружи. Ха-ха. Блин, чё, что ты раньше не написал? Ха-ха. Аааа, а я так мучился. Офигеть. Спасибо, Вэн. Всё оказывается так просто. Так, теперь блин к аналогам надо обратно привыкать. Те-экс. Ну ладно. Постараюсь в этот раз бомбить поменьше. Но не факт, что получится, чёрт возьми. В напряжённой ситуации эмоции хлещут через край. Так. Блин, почему я думал, что мы здесь ещё и бронежилет берём? Так. Ну ладно. Фух. Погнали. Да. Ай, блин. Всё равно. То ли джойстик уже подтупляет. Вроде нажал, блин. Он не ставит эту чёртову бомбу, блин. Так, появились. Да давай ты ставь, урод! Так, тихо. Баёк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 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 ладно. Склэймора не будем тогда. Так. Фамас, фамас. Ой, блин. Да вставай, вставай. Чё это с ним случилось? Эй! В смысле? Хорошо. Блин, а вот сейчас плохо. Какого хера, ё-моё? Ты попал? Нет. Ну, трынь. Диэс, да? Чё ты по одному-то выстрелу делаешь? Турень. Так. Я поставил? Нет. Да ты заколебал! Ё-моё! На своей же мини. Ну, твою мать. Урод, до этого не подрывался. Сейчас подорвался. Почему? Это уже какой-то рандом, блин. Так, и уже рейшены кончились. Зашибись. Только что все были. Сейчас уже нету ни одного. Охереть просто. Шикарно. Да ты чё его не убил-то? Перестал стрелять. Ну, сейчас начинали гораздо лучше, но потом опять начались затупы с подрыва на собственной же гранате. Блин. Ах. Так. Ах. Субтитры сделал DimaTorzok. Да твою мать, какого хера гранаты? Я ж вроде фама ставил. Блин, сейчас еще и подорвусь на это. Блин. Так. Опять же. Ой, не стоит эта хрень. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай- Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это капец Сейчас очень сложное у нас положение Чтобы вы понимали Нормально олдскул Да, сейчас блин Прочувствуем на своей жопе полностью Весь этот олдскул Так, автомат кончился А, патрончики вот были Да и плевать на этот Автомат Так, тут чё, ничего у нас нету Нуууу, ё-моё Сейчас вам ещё и мостов взорвут и взрывы реально круто сделан для первой сонки взрывы чё-чё они прям такие впечатляли здесь графика красивый звук не слышу не помню так все там перебили пути вперед на вертолете это просто так говорить а чё ты давай вылези за сал напоминает чем-то макс пейн то ли 1 или 2 когда тоже первый первый снег этот постоянно капец так тут даже и рейшина не было ни одного офигеть это я спал с полполоски жизни буду сейчас по этой по стене лезть офигеть я даже толком там механики не помню как по ней лезть так ой а где этот просто ё-моё те трос я уж думал блин не взял но это прям вообще кадр какой-то крепкого орешка там я не знаю что такого кто не столько ракет блин может здесь где-нибудь будут рационы так чё он не никуда не а я еще управляем надо хоть жизни починили мне ой как и это проход так и нажми кнопку x чтобы оттолкнуться от стены затем нажимай кнопки направления чтобы спуститься я просто сам забыл уже фига не помню то есть x это мы короче отталкиваемся и только в этом положении можем спускаться вниз окей и выбирать направление куда с влево вправо тоже здесь же если ты оттолкнешься держа кнопку влево или вправо то ты сделаешь большой прыжок в том направлении то есть если отпрыгивать уже с зажатым направлением то блин сейчас будем еще по ходу разбираться если ты будешь держать кнопку 0 и нажимать кнопки направления ты будешь медленно идти по стене блин нифига тут механика ё-моё а там же да он с пулемета будет замоке стреливать бене прыгать на тебе придется ходить сам и упырь так там еще и будет пары стены тяну не и стена из труб трубу будут если правильно рассчитаешь время то сможешь избежать огня хаэнда пока будешь спускаться если кто и может это сделать так это ты но это опять к разговору что сможешь только ты америка на тебя рассчитывает там все такое да естественно только а все да как вы если него позади москва жди-ка чё эй гад там рейшин чём не идет так на 0 люблю так он вообще туда не может попасть короче я щас потом в первом попарке да там пара не было а чё а я тут и лечиться не могу зашибись да а почему потру за греймусь у тебя на реке тогда моё взял там мой блин вот бреда нахер там рейшин лежит чисто замануха не его взять можно только там прям секунду а я взял его чуть не видел что ли я взял его но тем не менее как его как им воспользоваться я не могу l2 r2 тут нажимать ну то есть меню входить чтобы его юзану не как спускаешься вниз на платформу там по моему будут платформы там ты можешь взять ну смысле съесть а тихо блин а чё я 5 обжегся сейчас ай ну сейчас да щас я об этот обжегся прыгай ай 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 давай 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 прыгай да что ты блин все ух капец вот на платформе по-моему ты можешь хавать здесь то конечно могу это понятно о еще один рацион чик лежит спасибо так здесь я помню все четыре лежит не просто так так там он пацаны их нас ждут а здесь нам надо си четыре по моему прогреть вот эту дверь чуть-чуть так вот оп сколько я помню откроется да открывается так так чё тут надеюсь пацаны тут не возродились не стреливались так так нам надо вот так вот так здесь я что-то пропустил патроны так дополня не осталось него осталось чуть-чуть и рейшин нет рейшина нету ладно нам все равно не сюда нет я так за патрончиками так наверное еще попробуем пацанчиков вынести ой так люк так я зипам надеюсь зипам по моему же на прицеливание до чтобы руки не дрожали а где-то я ой да вставай смейки моё так на этот случай у меня есть для вас нет это у меня есть у меня есть для вас вот это дело никита б с ней так по моему ему даже одной ракеты мало если честно да чусь и крепкий пацанчик базука сама на водяшка где то есть в рот облетел его так по моему это еще не все собака на полу тебе еще спускаться придется если не ошибаюсь по моему нет в мире творился вам теперь по моему все александр лысенко я их с никита валю но вот сейчас в принципе скудеры делают да 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 я так я вообще думал я только одного со снайперки успею завалить а потом они начнут шквальный огонь но повезло и я двоих со снайперки положил а это охренел что ли у меня еще ко мне даже управление еще не вернули он начал стрелять вот стингер во вот дима стингер берем так но это мы во второй башне нафига патроны на пистолет отдавать где вот я бы здесь пистолет использовал здесь только с автомата отстреливаться на фама сдавайте мне так то час лифтом еще будет замут блин у тебя вен спрашивают в гранд туризма 12 и колен макрей ты что играл на кнопках а на крестики да на крестики не на аналоге играл на ты батенька и вращенец так ну лифт так 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 возле лифта там единственное мы не послушали диалог сейчас давайте так он должен позвонить лифте равно не работает что-то кулаками ваша шестой к а даже он не хочет звонить нам собака серая а ты саму позвони ой чушь там такое блин особо важное что ты через каких-то террористов там просто будешь прорываться чтобы спросить лично какой-то прям вопрос снайк я тебе нравлюсь с ней скажи мне честно и закурить сигареты кончились так по идее мы уже во второй башне которая нам нужна да ребят представьте как я страдал блин из-за этого вот из-за того что я играл не на аналогов такая вот хрень да бывает понимаю проблема то просто решалась надо было их 5 просто нажать и все оказывается так тут помню сейчас ли позже так господа я с вами еще где-то полчаса потому что завтра на работу да не те в садик вести всем утра поэтому долго с вами задержаться не смогу да мы наверно тоже сейчас уже будем заканчивать сейчас дойдем до вертолета вертолет уже короче будем гасить следующей серии сан-андреас только пришел ага долго тебе не было сан-андреас ну да ну хорошо что вернулся блудный так и опять же как любит говорить александр смотрят 6 и лайков 6 но это получается перезапустил эти трансляции то уже вторая так что можно сказать что 12 лайков и вообще полная стабильность даже на втором канале на котором и так-то людей немного что это за подлизывание ты чё что-то меня смущает о чем он говорит то что герой должен спасать девушку забудь что я сказал хочет спросить у него что-то важное по-любому что после мета насчет он тут вывести пытается а потом lgbt сообщества демонстрации для демонстрации на главной площади россии во всем виноваты игры да 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 и в этом тоже я ну слава богу эта игра 98 года и тогда ничего такого здесь не было это прям сейчас бы по-любому сейчас бы кого-нибудь запихали бы негром геем трансвеститом он был бы негром но славянской наружности по любому что процессу при этом геем да еще и трансвести там да и по-любому еще в церкви был в русской был бы самым главным одним из них патриархом и наверно сразу кстати фаренгейт топ игра ну да да кстати но это тех же разработчиков что и хэви рейн и бен ту соус только нас детроид который мы вот проходили недавно тоже их последняя игра там по-моему две части фаренгейта если не ошибаюсь нет одна значит ошибаюсь так сейчас опять будет сложный достаточно момент насколько я помню так я уже вообще ничего не помню до 1 час андреас прости извини меня прости пожалуйста да я думал две части я там просто у них фаренгейт это вторая игра первая игра у них еще до этого была как же за номер сол под заголовок помню а само название так а а кто ящики сюда перес нафигеть это так он такой силач ящики переставил да прикольно блин здесь значит будут у нас еще пушки будь они неладны так нам здесь тогда нужны гранаты м.п. где они вен фир эффект часть 1 обязательно глянь на ю тубе игра шедевр эфир эффект на ps1 хорошо посмотрю а мне почему мама вспомнилась это хроники ридика фир эффект по моему там на главной обложке женщина вот не знаю почему но вот почему-то вспомнились хроники ридика именно игра а я не играл хроники ридика escape from тарков ну примерно до девахи говорит я обложку увидел это не говорит о том что я там и в игру играл хахах просто я обложку видел фир эффекта такой ракеты на стингер дают к чему бы это а еще к стингер что это а гранаты и педали правильно стингер ракеты ама споем бой ну прям задарили ёптить короче будем ой вот так делаем с одним рейшином что ли валить этого урода ликвида да уж супер просто вен говорит его их две части дофер эффект вот я знаю что до две части но ни в одну играл в чем дело блин сохрани меня о чем дело если честно про эфир эффект ничего не могу сказать даже перевели стихами дать что-то как-то что мне не хочется пока смеяться так еще берем с дингер зингер машинки прошивать просто так поехали давайте разочек попробуем напасть на жиденького дать еще рейшин рейшин дайте один еще ну хотя бы один вашу мать не гадите печально да пошел ты упырь и сейчас сам к нему отправишься ох сейчас а рейшин рейшин е е живем 2 рейшин обалдеть полной жизни 2 рейшин так где ты упырёныш а абсолютно нафиг где то есть мазафака ага а а лучше помните контейнеры тоже прибивает да он их ракетами потом разнесет вообще я он пулеметом их не пробивает а нах это мимо ракет так сам андреас вы знали что есть баг в gta 3 на карте сиэтл там стену врезаться надо проехать и у тебя будет 2 миллиарда километра часов это 3 а гта сказал да да 3 я не знал ну да это понятно а вон сволочь а а а а а а это было плохо блин где то есть урод а а 1 стадия у него достаточно простая в общем-то ракеты не пускает и сам достаточно тупо рылый успели так сан-андреас куча и так и не выйдет он у тебя уже забродил наверное сан-андреас говорит то что вчерашний чай который он набил в конце стрима летать и не выпил там уже брошка сан-андреас не стоит не пей эту дрянь на поверь я знаю я как раз по моему он жарит по нам с ракеты а как ты там уже оказался а а да он пошел на заход ракетный удар вот я что-то не помню куда с ракеты прилетят честно слова ребята но по-моему не сюда да я хорошо живем так сами более или менее еще ладно не буду вот реально сам андреас не стоит это делать особенно если у тебя дома тепло и ты оставляешь ой что-то а есть поможет она очень интересно потом на утро на вкус так сейчас он взлетит помог ну урод эх блин ну высунься только не в стену сейчас он опять вылезет да блин есть а так больше половины сняли поможет нет чуть меньше вот сейчас меньше точно половину раз он стал вот так вот вылазить это уже значит что половина есть но мне это задержка в семь секунд получай вареныш вот это опять ушел и так на вот сюда выйти а где-то 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 в рот а вову ай блин стремно 6 метров 6 метров осталось и хорош стрелять стрелять еще принял что не пойму где ты давай 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 покажись ну и и можно было бы прям есть попал нет попал еще разом да взял напоследок давай 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 будет прекрасность мы тебя с первой попытки затащим можно гранатами просто в него кидать как снежка но лови лови га так так хоррор любите да люблю любим но не все да во 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 скажи есть скажи про какие-нибудь хорроры интересно можно как и про фильмы так и про игры rox rox говорит нет не любит эх не попал на или попал хороша орать то высунься детка покажи мордочку так андре с тебе опять предлагает поиграть в лаер и салфир уже предлагали по моему так опа кончились рейшн значит он мне все таки за сам долил подонок у меня один стиккер остался чем не делать с пистолета би а знаю что делать знаю 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 не убей меня ублюдок во 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 тихо 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 жиденький спокуха осталось него короче попасть хорошему так пару раз на всего мне три наверно все таки а может 3 на 4 и но не 4 это точно но он среднем убирает у тебя сколько по полсантиметра да не он у меня я говорю в него сколько одно сколько ну да я думаю теперь еще раз три хотя да наверно как-то много так про сан-андреес ты слышал я тебе говорю про сан-андреес нет не слышал что там сан-андреес говорит то что предлагаю поиграть в лаер и салфир а опять же ну это и саня предлагал да так вот он наключает это страшно игра про художника чуть чуть не затащили лад по своему огромному дому по кругу ищу и все падают картины в доме звони телефон и так далее не вовремя я начал читать как я понял да я сдох но это не за то что читать начал ладно чё тогда на сегодня закончим потому что уже время пол третьего у нас вот и пара же пол третьего до 3 2 32 так что до 7 сколько осталось пять четыре с половиной часа так что ладненько ребят спасибо вам что жаль и вот сейчас еще покой здесь александр написал то что ему еще пенубра нравится вообще меня пугают маленькие длинноволосые японские девки типа альмы эсфир до японские девки всех пугают по моему и не только эсфир сан-андреес ладно удачи спокойной ночи спасибо за стрим спасибо вам ребята что писали что смотрели в общем да спасибо антоха тебе тоже что был на эфире ну я сегодня был скучный поэтому извините я не специально ничего не каждый же стрим нам ржать чтоб так хожу пузо лопалось работа есть работа до откладывается в отпечаток вот все ладно всем тогда удачки завтра в это же время в этом же месте вот встретимся продолжим долбить этого чертового жидкого вот надеюсь все народ и от меня тоже всем пока все всем счастливо спасибо спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...